С нами на связи Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали? Слава Украине. Героям слава. Расскажите, пожалуйста, об оперативной ситуации на Авдеевском направлении. Враг вот уже два месяца ведет наступление с севера и с юга и пытается штурмовать в лоб с востока. Что сейчас происходит? Какая ситуация на сегодня? Ну, ситуация, в принципе, остается очень-очень напряженной, очень сложной. Сказать, что, ну, в последнее время очень часто задают вопрос, стало ли легче на нашем направлении. К сожалению, не стало. Несколько дней было, скажем так, условное там снижение активности в плане штурмовых действий в ураган. Но это было компенсировано все количеством и плотностью артиллерийских обстрелов, градами, танковые обстрелы, минометы и авиабомбовыми ударами. Буквально, не знаю, там цифры, 1 января 22 авиабомбовых ударов, 2 января 31, 3-го 19, 4-го 17, сегодня с утра уже 4 авиабомбовых ударов. Ну, как бы-то и такое, в принципе, происходит каждый день. Вчера с утра активно они пошли в наступление по всем направлениям, полностью вся линия обороны около нашего города вчера, ну, действительно была под серьезными штурмовыми действиями противника. Все позиции выдержаны, линии обороны держатся, прорывов нет никаких, но действительно очень сложно. И, опять же, это все под аккомпанемент авиабомбовых ударов и той же самой артиллерии, которая, ну, вот, не знаю, последнюю неделю, наверное, это точно, меньше 40 обстрелов массированных в течение суток по громаде, в принципе, вообще не бывает, 45-46 до 50. Вы знаете, вот нельзя не вспомнить, что президент Украины Владимир Зеленский посетил именно Авдеевку, самое сложное направление 29 декабря. Об этом он в своем телеграм-канале сообщал, вот сейчас мы видим эти кадры. Президент сказал, что он посетил позиции 110-й отдельно механизированной бригады, вот один из самых сложных участков фронта, поблагодарил воинов лично. Скажите, вам в тот день удалось встретиться с президентом и как наши ребята восприняли визит Верховного? Нет, мне с президентом не удалось встретиться, в принципе, поездка была, и это правильно, скажем так, спонтанное, то есть даже военные об этом узнали в самый последний момент с точки зрения безопасности, это очень правильно. Что касается отношения ребят к таким визитам, понятное дело, они мотивируют, они поднимают дух, поднимают настроение. Ну, я думаю, в принципе, Верховный Главнокомандующий, посетив позиции, пообщавшись лично с военными, с командирами разных звеньев, потому что я вижу на кадрах, ну, этих ребят я лично знаю, там не только старшие офицеры, я думаю, картинка будет более полной, и, соответственно, решения, которые будет Верховный Главнокомандующий потом принимать, в том числе и по нашему направлению, они будут более объективными и более понятными, потому что всегда картинка более ясна и четкая, когда ты видишь это сам и общаешься сам, грубо говоря, от первоисточника. Вот вы сказали о том, что начинает давить по всем направлениям противник, и раньше вы говорили, что они пытались штурмовать вот малыми группами. Продолжается ли тактика штурма вот такими малыми группами? И буквально на выходных синоптики предсказывают уже достаточно сильные морозы. Если промерзнет грунт, то, наверное, начнут вводить в бой тяжелую технику? Да, скорее всего, так и будет, и об этом говорят и командиры, которые, скажем так, на нашем направлении. Зона ответственности, Авдеевка. Все говорят об этом, что как только начнутся морозы, подмерзут грунт и поедет техника. Сейчас они продолжают малыми группами, но в большом количестве этих групп проводить свои штурмовые действия. Ну, опять же, погодные условия. Тут все очень много завязано на погодные условия. Будет мороз, будет замерзший грунт, понятно, поедет техника. Ну, из самых опасных районов направлений, да, это промзона. Вот именно туда старается проникнуть, как я понимаю, максимальное количество групп врага. Вот в так называемую серую зону, да? Ну, не совсем так. Скажем так, направление промки. Ребята там, скажем, каким-то термином, понятным для людей, заблокировали. И оттуда, ну, техника точно оттуда уже не пройдет. Вот, пытаются они, конечно, малыми группами по всем направлениям, в том числе и с промки. Сейчас их максимальные, скажем так, усилия, это все-таки основная их задача, которая перед ними поставлена, это окружить город, обрезать логистику. И они вот пытаются в направлении, там, больше степового, конечно, вот туда проводить свои активности. За два месяца наступления на Авдеевку российская армия потеряла убитыми и ранеными 13 тысяч человек, захватив 11,1 квадратного километра территории. Вот так говорят данные американской разведки. И потери РФ составили фактически тысячи человек на один квадратный километр. Но, как видим, их это не останавливает. Если нужно, то, судя по всему, Путин похоронит там столько своего мяса, сколько только сможет. Интересно, вот понимают ли это те, кто там воюет на стороне РФ? Я не знаю, есть ли какие-то сдачи в плен, или сдачи позиций, или вот они просто как фанатики, просто лезут вперед и все. Ну, ситуация настолько динамическая. Динамическая, и она изменяется постоянно. Есть, понятно, и пленные, есть пленные, которые пытаются сами сдаться, есть пленные, которых берут во время штурмовых действий. Большинство из них рассказывают о том, что не понимали, не знали, куда они едут. Понимали, что в Украину, понимали, что на войну. Но о том, что они едут на Авдеевское направление, многие из них не знали. Многим обещали, особенно мобилизированным, что они будут нести службу, охраняя какие-то объекты, сопровождать грузы и так далее и тому подобное. Ну, а все заканчивалось в том, что их привозили на Авдеевское направление. И вот несколько было таких, как это, рассказов этих пленных о том, что их привезли, высадили, и там порядка пяти километров нужно было до позиции пешком пройти. Они шли мимо этих посадок наших лесополос, в которых тысячи и тысячи мертвых их там соотечественников. И многие из них понимали, что эта дорога в один конец. И поэтому у некоторых из них хватало ума принять уже по дороге, ну, это один из пленных рассказывал, по дороге на позиции. Он понимал, говорит, у меня желание, кроме как сдаться в плен, другого нет. Поэтому все не понимают, но, к сожалению, это сознание приходит в большей степени, когда они уже приезжают именно или видят, что их везут в направлении Авдеевки. Ну, я так понимаю, что не всегда можно сдаться в плен. Идут достаточно горячие бои, да? Вот передовая такая она достаточно жесткая. Да, это, скажем, когда идет позиционная война, скажем так, с большим расстоянием между позициями, то это сделать намного проще. Есть время для того, чтобы договориться о сдаче в плен. Здесь расстояние между позициями, так называемая серая зона, небольшая. Поэтому это очень сложно сделать, потому что такие случаи есть. И об этом рассказывают и наши ребята, что те, которые даже пытались сдаться в плен, свои же стреляли в спину. Ну и вот, пользуясь случаем, конечно, хотим обратиться к тем, кто еще думает, что если их мобилизуют в России, то они пойдут охранять какие-то склады, да? То есть вот их ждет как минимум смерть под Авдеевкой, поэтому никогда не поздно набрать телефоны, которые можно найти в сети, позвонить и договориться о сдаче в плен для того, чтобы выжить, правильно? Конечно. Тут, опять же, смотря на кадры обменов пленами, вот несколько дней назад был за долгое время обмен, и глядя на кадры наших ребят, которые возвращаются с плена с Российской Федерации, и глядя на пленных россиян, которые возвращаются домой. Сытые, довольные, да, честно говоря. Две большие разницы, поэтому пусть сдаются в плен, тут их накормят, может, они в России не так питались, как здесь у нас, в плену. Ну, по крайней мере, выживут и не будут стрелять. В сеть попали кадры уничтожения передового склада боеприпасов врага на Авдеевском направлении. Там был такой достаточно мощный, сильный взрыв, вот сейчас мы его видим. Вот такие вот точные и мощные удары, они, судя по всему, эффективно замедляют продвижение врага, да? Скорее всего, то, что там находилось, это были снаряды, да? Ну да, похоже, это склад БК, именно снарядов каких-то, потому что действительно поднимается такой серьезный гриб. Сказать, просто таких складов у них очень много. Ясно, что на этом направлении какое-то время будет определенное, скажем так, затишье в плане работы артиллерии или минометов, с чем было это БК. Но, к сожалению, у них БК очень много и в последнее время даже вот эти мясные штурмы, да, то есть, в принципе, они зачастую идут без поддержки артиллерии, без поддержки минометов, просто пушечное мясо. Поэтому это хорошо, когда наши ребята так разбивают склады БК, тем более здесь, на передовой. То есть, это вот оперативно, вот уже сейчас там будет, условно говоря, чуть-чуть легче. Враг продолжает обстреливать город. Уже сегодня мы говорили с вами об этом, и по данным, которые я нашел на странице Авдеевской городской военно-гражданской администрации, вот только за прошедшие сутки Авдеевка выдержала 15 атак, из них 12 авиаударов. Была информация о том, что погиб 51-летний мужчина, его 50-летняя жена получала тяжелое ранение. Вот это, по-видимому, те люди, которые вот отказывались эвакуироваться из города, из тех людей, да? В том числе, в том числе, это семья, которая с начала полномасштабной войны, ну, скажем так, помогали нам в раздаче гуманитетов. Восстанавливаем связь, восстанавливаем связь с Виталием Барабашом, начальником Авдеевской городской военной администрации. Мы говорили об обстреле города врагом, и вот по данным, которые я хочу повторить, и эти данные я нашел на странице Авдеевской городской военной администрации. Только за прошедшие сутки Авдеевка выдержала 15 атак, из них 12 авиаударов. Погиб 51-летний мужчина, его 50-летняя жена. Она получила тяжелое ранение, судя по всему, она жива. И вот Виталий как раз говорил о том, что это как раз те люди, которые приезжали в город и помогали раздавать гуманитарную помощь. Надеюсь, что сейчас связь наладится, и мы можем узнать буквально подробности. Но вот, честно говоря, каждый раз, когда выходишь на связь с Авдеевкой, то, наверное, вот с горечью всегда приходится спрашивать о том, сколько еще людей находится в городе. Я вижу, что вы снова с нами на связи. Вы говорили о мужчине, который погиб 51-летнему, и его супруге, которая была тяжело ранена. Вы сказали, что эти люди помогали раздавать гуманитарную помощь жителям. Да, порядка 300 горожан с их помощью получали гуманитарную помощь каждый месяц в второй части города. К сожалению, да, эти люди, ну, несколько раз было им предложение выехать. Они находились, их дом находится практически там на передовой, очень близко позиции к их нему дому. Понятное дело, что, ну, дело времени, да, рано или поздно это бы случилось, и постоянно об этом людям говорим. Ну, люди не выезжали. Понятно, помогали, спасибо большое. Ценой какой? Ценой жизни. Мужчина погиб, да, женщина в очень тяжелом состоянии. Сначала ее стабилизировали и вывезли в Мирноград. Сейчас она в Днепре. В очень тяжелом состоянии. Вы знаете, вот, говорил уже зрителям, каждый раз, когда выхожу с вами на связь, вот, не устаю все-таки с какой-то горечью даже спрашивать о том, ну, сколько же еще людей находятся в городе под обстрелом варваров? По состоянию у нас сегодня на утро 1169 человек. То есть, достаточно много еще людей. Скажите, а продолжают ли записываться люди на выезд из города? Вот, обстановка становится все сложнее и сложнее, но все равно вот больше тысячи людей не хотят покидать свои дома, даже разрушенные. В последнее время очень неактивно люди записываются на эвакуацию. Вчера нам удалось вывезти 4 человека, перед этим было 2, был 1, несколько дней вообще люди не выезжали, не было желающих. Ну, я об этом говорил уже неоднократно. Последние пару недель мы фиксируем то, что в большей степени эвакуация... Ну, каждый день цифра количества населения в городе меняется на уменьшение. Но зачастую это 200 и 300, к сожалению. Ну да, но живые люди это буквально единицы, даже не десятки и не сотни. Скажите, а куда вот вывозят людей? Я так понимаю, что многие из них, ну, видимо, до сих пор боятся, что их вывезут куда-то туда, где они останутся без еды, без воды, без средств существования, крыши над головой. А что происходит на самом деле с теми, кто выехал? Где они живут? Что с ними? Вариантов по эвакуации, именно по размещению предостаточно. Начиная от вариантов остаться в Донецкой области, есть несколько подготовленных локаций компактного проживания, где у людей есть обеспечение и теплом, и водой, и электричеством, и питанием. Такие места компактного проживания, их несколько в области. И большинство людей, процентов 70, все-таки остаются те, которые все-таки выезжают из города. Остаются именно в границах Донецкой области. Есть люди, которые выезжают целенаправленно к родственникам. Наша задача их вывезти и максимально им организовать именно дорогу к родным. Есть варианты. Сейчас Житомирская область принимает наших эвакуированных. Схема очень простая. Они приезжают в шелтер, в Покровск. Там им надают психологическую помощь, социальную, если нужно. Понимаю, в большей степени это люди пенсионного возраста. Это карточки, пенсионный фонд. Ну, вот эти вот все моменты им помогают организовать. Переселенческие оформить, если таких еще не было. Ну, а далее предлагают людям варианты. Очень вариантов много. По Западной Украине. Умань одна из таких локаций, где больше всего наших переселенцев в Савдеевке. Там варианты, в самой Умани несколько локаций, начиная от вариантов типа общежития, заканчивая полным пансионом, с питанием, с круглосуточным присмотром медперсонала. То есть вариантов много. Львовская область, Тернопольская область, Ровенская область принимает. Ивано-Франковская много принимает. Много предложений сейчас от международных организаций с расселением. И варианты, опять же, есть расселение с детьми, с трудоустройством, бесплатным проживанием до пяти лет. Ну, то есть вариантов предостаточно. Сказать, чтобы люди ехали в никуда. Ну, они даже сами уже не говорят такого, что мы не знаем, куда ехать, зачем ехать. То есть они понимают, что у них позаботятся и просто не хотят оставлять свои дома. Да, вот так. Да, самое основное – это страх дороги. Это один из основных страхов – это страх дороги. Ну, и плюс еще выехать из Авдеевки тоже, я так понимаю, сложно. Вот страх дороги может быть и в этом, да, о том, что эта дорога простреливается, да? В первую очередь именно дорога из Авдеевки, выезд из Авдеевки, это их в большей степени и страшит. Знаете, для тех, кто остался, есть возможность привозить еду, предметы первой необходимости, вот оказывать какую-то экстренную медпомощь? Вот до нашей с вами беседы был сюжет о подразделении «Белый ангел», которые это делают. Но, наверное, не только они одни. Да, есть волонтеры, которые помогают нам с эвакуацией, они же и завозят в том числе тоже гуманитарную помощь, плюс сотрудники военной администрации, которые это делают на постоянной основе. Сейчас, конечно, не так количественно мы завозим гуманитарную помощь, как это было до вот этого обострения от 10 октября. Но, тем не менее, несколько тонн все равно в месяц гуманитарной помощи в декабре было завезено. За декабрь гуманитарную помощь получили все жители города. Со следующей недели, ну, дай бог, будем выдавать уже за январь месяц. Есть продукты питания, есть гиена, есть медицина. Несмотря на то, что больница каждый день под обстрелами, продолжают оставаться там медики. Один врач, четыре медсестры еще на месте. Сложная ситуация. Сказать, что люди очень часто спрашивают, как люди живут. Ну, к сожалению, в таких условиях нельзя называть, что люди живут. Я всегда говорю, город живет, а люди в нем выживают. И это действительно так. Ну, и мы уже говорили, что буквально на выходных ударят сильные морозы. Как будут выживать люди, оставшиеся в Авдеевке? Они-то понимают, что многие из них могут просто замерзнуть? К сожалению, такие ситуации уже и в этом году у нас есть. Пару недель назад, когда были морозы, констатировали мы факты смерти людей. Ну, видно, что нет насильственной смерти. Переохлаждение, да? Довольно молодого возраста. Понятно, потом экспертиза подтверждает, то ли это было охлаждение, то ли это было удушье угарными газами от тех же самых буржуек. Потому что зачастую и такие вещи, к сожалению, происходят. Ну, и мы должны помнить, вы как-то тоже об этом упоминали, о том, что те, кто будут топить буржуйки, вот дым от их домов, да, с их подвалов, которые идут, часто становятся целеуказанием для вражеских обстрелов и бомбардировок? Так и есть. Постоянно общаемся с военными. И на эту тему в том числе, буквально сегодня с командирами общались, просят, говорят, уговаривайте людей. Уговаривайте. Почему нет механизма принудительной эвакуации людей? Ну, детей есть, понятное дело, а взрослого населения, к сожалению, нет. Потому что, ну, военные сами говорят, мы видим каждый день погибших, мы каждый день видим раненых гражданских, и часто бывает, что даже военные нам помогают вывозить раненых в том числе, и они просят, ну, уговаривайте их, уговаривайте, потому что, ну, как ни крути, ну, люди видят каждый день, одно дело, когда, скажем так, на передовой это происходит, это неизбежно, но когда люди могут физически выехать и остаться в живых, хотя бы попытаться остаться в живых, да, и они этого не делают, ну, ребята просят об этом, упрашивайте, уговаривайте, вывозите, но, к сожалению, люди, повторюсь, не очень активно едут. Ну, и все уже понимают, что враг миндальничать с ними не будет. Если он действительно стреляет, они же понимают, если стоит разрушенный дом, оттуда идет дым, то люди просто греются, и они запускают туда, там, снаряд, да, или бомбу, они понимают, что они убивают гражданских и делают это специально. Ну, конечно, они делают это умышленно, я бы даже так сказать. Виталий, спасибо вам большое, спасибо за оперативную информацию, за этот интересный разговор. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был в нашем эфире. Спасибо, что нашли время и вышли на связь с нами. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Спасибо.